Сегодня кажется, что супергерои Марвел всегда были частью поп-культуры. Тор, Железный Человек, Халк, Капитан Америка — все знакомые лица, не правда ли? На самом деле, так было не всегда. Чушь это всё. Нет-нет, друг мой, не скажи. Долгое время они были известны только среди самых отъявленных гиков. Три самых популярных комикса Марвел — это Капитан Америка, Люди Икс и Человек-паук. Их продажи исчисляются сотнями миллионов. В середине 90-х у Марвел было не очень хорошо с деньгами, так что они продали права на экранизацию своих наиболее востребованных героев нескольким крупным студиям. Так 20-й век Фокса заполучили Людей Икс, а Сони — Человека-паука. Когда же дело дошло до создания собственной киновселенной, Марвел ничего не оставалось, кроме как выбрать себе персонажей из не самых известных комиксов. Принцип работы Марвел такой. Они берут не самых известных персонажей своих комиксов и делают из них кинозвезд. В результате растут даже продажи самих комиксов. «Железный человек» — до 2008-го и Роберта Дауни-младшего о нем мало кто знал, даже несмотря на то, что у героя был собственный мультсериал. «Тор» — не был даже в десятке самых популярных героев издательства. А когда в 2013-м Марвел объявили, что на экраны выйдет фильм «Человек-муравей», многие зрители задались вопросом «Кто это вообще такой?» «Может, ими все-таки сменим?» Но самый впечатляющий трюк Марвел провернули со Стражами Галактики. Вот уж где настоящая группа отщепенцев и неудачников, которые превратились в звезд практически в одночасье. В мире комиксов у Стражей Галактики была трудная судьба. Первая команда с таким названием, она появилась в 1969-м году, не имела никакого отношения к героям фильма. Состояла она из астронавта из 20-го века по имени Венс Астра, жителя Юпитера Чарли-27, кристаллического инопланетянина по имени Мартинокс и голубого наемника Йонду. Его вы знаете как учителя Питера Куилла. Эти Стражи Галактики работали в далеком будущем, в 2007-м году, хотя иногда путешествовали и в 20-й век. Собственной серии у команды не было аж до 1990-го года, а появившись, она продержалась 62 выпуска, пока не была закрыта. Эх, не как сам Звездный Принц. Вообще Звездный Лорд. О, прости, Лорд. А вот современная команда Стражей Галактики, которую вы знаете по кино, появилась в комиксах лишь в 2008-м. Ее придумали вот эти два парня, Дэн Абнетт и Энди Ленинг. Все, что они хотели, это создать максимально необычную космическую сагу со странными шутками и чудаковатыми персонажами, в противовес пафосным космическим историям Марвел. В поисках персонажей они прошерстили комиксы-издательства. Так в их команду попал, во-первых, Питер Куилл, герой комиксов 70-х, классический трикстер, наглый и изобретательный космический мошенник, сын инопланетянина и земной женщины. Ой, простите, я просто не знал, как эта штука работает. Во-вторых, Дракс, саксофонист и агент по продаже недвижимости по имени Артур Дуглас, появившийся в комиксах также в 70-х. Его семью убил злодей Танос, и Дракса буквально превратили в орудие убийства. Он все понимает буквально, метафоры пропускает мимо ушей. Я ничего не пропускаю, скорость рефлексов в норме. Затем енот-ракета, придуманный под впечатлением от песни Битлз. Хотя она вообще ковбоя. Ну почему нужно заставлять меня помещать зло на дрове? Чудовище-дерево Грут, появившееся в комиксах еще в 1960-м году. Тогда он, правда, пытался захватить землю, но Абнет и Ленинг немного изменили персонажи. И, наконец, воительница Гаморре, приемная дочь того самого злодея Таноса. Думал я такая наивная, что поведусь на твои половы... половые... половые чары! Стоит отметить, что в первых историях про Стражей Галактики было еще несколько членов команды, но вскоре остались только эти. Как видите, Абнет и Ленинг собрали свой комикс буквально из какого-то мусора, ненужных, забытых и странных героев. История внутри комиксов была не хуже выбранных персонажей. Команда неудачников спасает вселенную. И вроде бы такой сюжет не должен был сработать. Традиционно читателями Марвел ценятся серьезные, мрачные истории. Вроде самых трагичных сюжетов про Мстителей или Людей Икс. Но у авторов Стражей Галактики оказалось уникальное чувство юмора. Герои попадали в самые нелепые ситуации, постоянно шутили и вообще не были похожи на обычных супергероев. Читатели с восторгом встретили комикс, который пытался раздвинуть традиционные границы издательства. Довольно быстро персонажами заинтересовалась кинематографическая часть Марвел. В 2010 году глава Марвел Студио Скевин Файги сказал, что по Стражам Галактики может быть снят фильм. А уже в 2012 году за экранизацию взялся режиссер Джеймс Ганн, до этого снимавший низкобюджетное независимое кино. Он перенес дух комиксов, обнятый Ленинга, на экран, добавив к нему свое собственное остроумие. Зачем мне проводить ему пальцем по горлу? Че говоришь? Фильм попал в пятерку самых успешных картин Марвел. Оказалось, что космические приключения агента по недвижимости, говорящего енота и ходячего дерева, интересны не только поклонникам издательства, но и далекому от комиксов зрителю. Кино, конечно, гораздо более популярный и прибыльный медиум для компании. Оно приносит Марвел миллиарды долларов, в то время как комиксы продолжают падать в популярности. Так что появление фильма Стражей Галактики вывело героев в пантеон самых известных персонажей Марвел и продолжило их существование в мире игрушек, фигурок, мультсериалов и игр. А начиналось ведь все с 2007 года ивенса Астры, про которого вы раньше, может, даже и не слышали. Конечно, всем знаком Росомаха или Человек-паук, но Доктор Стрэндж? Зимний солдат? Эльтрон? Или будущие герои фильмов Марвел? Вы знаете Черного Пантеру? А Капитана Марвел? Марвел умеет блестяще работать со своим прошлым. Они знают, что персонажам с богатой историей будут рады в первую очередь поклонники комиксов, а для всех остальных нужно представлять их заново. И тут уже неважно, берешь ты чуть более известного Железного Человека или странного говорящего енота, главное, какое кино ты про него сделаешь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова